Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Моя гостья молится не за победы, а из позиции победы. Это огромная разница. Это называется славное сражение. Если вы молитесь из позиции победы, то вы не можете проиграть ни в коем случае. Хотите узнать, как молиться за все жизненные проблемы и с позиции победы? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли невидимые силы тьмы, которые пытаются помешать Божьим благословениям в вашей жизни? Существуют ли ангелы, предоставляющие нам сверхъестественную защиту, обезоруживая наших врагов? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Я знаю Бекку уже несколько лет, и мне сложно поверить в то, что вы были когда-то депрессивным человеком. Но так и было. Надеюсь, вы это уловили. Она сказала «так и было». Вы еще слышали, да? Она хихикала. От депрессивного человека не осталось и следа. Понимание славного сражения изменило все в вашей жизни. Расскажите, что для вас означает «славное сражение». Славное сражение означает, что мы встречаемся с Господом в Его присутствии. А когда мы в присутствии Иисуса, сразу же хочу сказать, что это не только для меня. Многие люди слышат об этом и думают, это только для проповедников. Но все мы дети Божьи. И когда мы в присутствии Господа, это не просто помазание, это Его слава. А в славе нет поражения, только победа. Когда мы встречаемся с Ним в Его тронном зале, когда мы встречаемся с Его славой, Господь начинает действовать. Господь начинает к нам говорить. И мы можем слышать Его. Мы начинаем видеть то, что Он хочет, чтобы мы видели. И Он всегда дает нам стратегии для победы и прорыва. Наш Бог — это Бог-стратег. Иисус не оставил нас одних в этом сражении. В моем любимом месте Писание сказано, «Восстань, светись, ибо пришел свет Твой, и слава Господня взошла над Тобою. Ибо вот, тьма покроет землю и мрак народы, а над Тобою высияет Господь, и слава Его явится над Тобою». Аллилуйя! Так удивительно сидеть здесь и самому наблюдать за всем этим. Чем больше она говорит о славе, тем больше славы опускается на ваши дома и на вас лично. Ощущаете? Господь не хочет, чтобы мы были жертвами, и мы сражаемся не за победу и с позиции победы, понимаете? Вы говорите мне, что посреди славы Бог дает вам стратегию. Это так, да? Стратегию для прорыва, стратегию для победы и стратегию, чтобы принести поражение всем козням врага. Вспомните Давида в 56-м псалме. Мне очень нравится этот стих, потому что он хотел подняться на новый уровень в том, что делал Бог. Он говорит, «Воспрянь, моя слава!» Давид столкнулся с Голиафом. Ему было 17 лет. Это мальчишка убил медведя и льва. Но вот он встретился с Голиафом. В нем была великая слава. Он был воин-поклонник. И когда он увидел Голиафа, Бог дал ему стратегию. «Давид, это твое задание. Эта победа будет носить твое имя. Послушай». И когда Давид увидел того великана, он смог поверить в величие Бога, в его славу больше, чем в великана, с которым он столкнулся. Вы несколько раз сказали, что когда Бог дает вам эту самую стратегию, о которой вы мне говорили, это решенный вопрос. Да. Все сделано, так? Решенный вопрос. Но если вы не молитесь на основании стратегии, то это просто молитва. Это просто молитва, и вы изводите себя. Я не сражаюсь совсем подряд. Когда Господь говорит Бека, «Это твое новое задание», и я слышу его стратегию, я делаю шаг туда, куда он указывает, и я вижу победу. Вы начинаете ожидать, потому что когда вы делаете то, что он вам сказал, и дал вам стратегию, вы увидите победу обязательно. Я немного воин по своей природе, потому что я получила свободу, и хочу, чтобы и другие были свободны. Я хочу, чтобы люди исполняли Божье предназначение. А как насчет отступников? Я хочу, чтобы у отступников наладились отношения с Богом. Если сейчас нас смотрят отступники, я хочу сказать, «Бог добрый Отец, и Он за вас, а не против». Поверьте мне, Он придет, Он примет вас, коснется, и радикально изменит вашу жизнь. Он даст вам свободу, Он найдет вас. Эта ситуация может стать свидетельством, которое расскажет другим о свободе, о победе, и обязательно поможет вам одержать победу. Когда Бог помазывает кого-то в славе, Он дает человеку стратегию. Я хочу, чтобы вы учили об этом. Я хочу услышать об этом. Как нам узнать Божью стратегию? Вы лично хотите узнать о том, как же получить эту Божью стратегию? Если да, мы скоро к вам вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. После ряда операций, один еврей оказался парализованным. Врачи сказали ему, что это на всю жизнь. Из-за этого он впал в глубокую депрессию. Но вскоре ему явилось откровение, которое полностью изменило его жизнь и помогло ему чудесным образом исцелиться. Он снова смог ходить. 25 врачей, среди которых были нейрохирурги и неврологи, так и не смогли найти этому объяснение. Если вы хотите узнать об этом откровении, заходите на наш сайт. Это сверхъестественно. Бекка, расскажите нам, как получить стратегию от Бога. Вам нужна Божья стратегия для вашей неспасенной семьи? Надеюсь, нужна. Нужна ли вам Божья стратегия для вашего здоровья? Вам нужна Божья стратегия для вашего служения? А стратегия для всех сфер вашей жизни? Так как же мы можем ее получить? Это покажется довольно простым, но когда мы станем людьми, которые молятся и отделяют время тому, чтобы возвеличить Бога, когда мы затихаем перед Ним, а не просто приходим со списком, «Мне нужно это, это или это, Господь?» Когда мы действительно успокаиваемся в Его присутствии, мы начинаем строить отношения. И в этих отношениях Он открывает нам стратегию, где Он хочет использовать нас для победы. Я хочу привести один пример. Однажды Господь проговорил ко мне. Мы делаем это для отдельных людей, а также для целых городов, регионов, и Господь дал нам стратегию. Он сказал, «Поезжайте в Германию, там вам нужно помолиться в одном городе». Он хотел начать жатву душ. Мы с мужем собрали команду и начали молиться. Господь сказал мне об этом в славе. И я сказала моему мужу Грегу, «Нам нужно поехать в Германию». Он знает, что когда Господь дает такие задания, то нужно ехать, потому что там будет что-то невероятное. И мы приехали на 500-ю годовщину Реформации. Когда мы приехали, нам рассказали, что в том регионе было много оккультизма, который мешал пробуждению. И мы хотели молиться за освобождение этого региона. В той местности было много кровопролитий при переходе от католицизма к протестантизму, и мы хотели покаяться за это. Мы прибыли на место и начали каяться. А закончили мы в том месте, где жил мужчина, который был против движения Святого Духа. Он постоянно спорил и говорил, «Нам нужно избавиться от движения Святого Духа». И мы закончили в том самом месте, где Он жил. Мы этого не знали. Мы покаялись и начали славить Господа. «Господь, принеси пробуждение в этот регион. Господь, пожалуйста, именно сюда, где раньше, многое мешало духовному прорыву». Когда мы поклонялись, пришло Божье присутствие, и Бог сказал нам отправиться в другое место. Мы так и сделали. Там был читальный зал, где людей учили, как сдерживать деятельность Святого Духа. Там был мужчина. Кроме нас там не было никого. И вызвали Клаус, что, как мы узнали позже, означает «человеческая победа». Мы вошли. Это была Пятидесятница. Вы представляете, мы оказались на годовщину Реформации на Пятидесятницу, там, где хотели вытеснить Святой Дух. Это удивительно. Я увидела объявление о том, что у них будет концерт классической музыки. И в том зале была сцена. Я 9 лет пела оперу. Это была действительно шутка Господа. Господь сказал, «Пойди и спроси у Него, можешь ли ты спеть на этой сцене?» Я так и сделала. Я спросила, «Можно я спою?» И в английский был не очень хорош, поэтому я спела две строчки на немецком. Когда я начала петь арию, Божье присутствие наполнило то место, где говорили. Больше никакого Святого Духа. Присутствие не просто сошло. Оно сошло именно на Клауса. Затем я начала петь «О благодать», потому что Господь сказал, «Пой о благодати», чтобы началась жатва. Я открыла рот и запела «О благодать». Когда я закончила, Клаус очень сильно вспотел, а также он плакал, не переставая. Я сказала ему, «Ой, это Иисус и Дух Святой». В тот момент он увидел Иисуса и сказал «Я! Я!» Иисус прекрасен. О, как же Он прекрасен! О, мое сердце! В тот день Клаус принял спасение. Он встретился со Святым Духом. И таким образом в том регионе началось пробуждение. У меня есть идея. Когда мы вернемся, я попрошу ее спеть для вас. Когда она будет петь, я верю, что вы получите стратегии, сверхъестественные стратегии, чтобы быть победителями, а не лузерами во всех сферах жизни. Мы скоро вернемся к вам. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. Знаете, что удивительно? Славное сражение — это легко. Ну, например, когда вы пели в Германии для некоего Клауса. Он был религиозным, ожесточенным, номинальным христианином. Но когда вы спели, в этой церкви сошла слава, и сражение было выиграно за вас. Это было легко. Господь дал мне сильное слово, когда я готовилась к нашей с вами встрече. Иногда люди говорят мне, «Вы любящий человек или воин?» А я думаю, «Я и то, и другое». И Господь дал мне такое пророческое слово. Из любящих людей получаются лучшие воины, потому что у них есть причина, за которую они будут сражаться. И это действительно стоящий повод для сражения. Разве это не так? Они будут сражаться. Разве не то же самое сказал Давид? Вот именно. Вот именно. Вы недавно вернулись из Индианы, где повсюду была слава Божия. Что там происходило? Там было удивительно, потому что Господь сказал нам выйти на улицу и молиться. Он сказал лидерам собраться вместе и молиться по заданию, которое он открыл им. Он сказал молиться против культа, который сдерживал Божье движение. Мы пошли и стали молиться в том месте и почувствовали изменения в атмосфере. А на выходных мы вернулись туда для собрания славы. Раньше это называлось «Конференция славы», но мы изменили это название. И знаете, что же произошло на том собрании? Как вы думаете, что произошло? Что же произошло? Когда я начала говорить о его славе, слава Божья начала проявляться так сильно, благодаря прорыву, который мы получили в послушании Божьему заданию. Он дал нам задание, пришла Божья слава, и люди в зале начали исцеляться. Я говорила о славе в присутствии Божьем, и люди исцелялись, люди получали освобождение. Женщина, у которой была парализована правая часть лица была полностью исцелена и плакала. Люди выходили к алтарю, хотя раньше они были слепы и не видели Господа. Но в тот вечер произошел прорыв, и они лицом к лицу встретились со славой Иисуса. Ладно, у меня вопрос. А вы хотели бы получить прорыв прямо сейчас? Кому-то в студии или дома, кто смотрит нас по телевизору, нужен вообще прорыв? Скажите. Я хочу, чтобы вы спели нам то, что скажет Господь, а вы ожидаете забеременеть Словом от Бога. Когда оно войдет в вас, вы уже не будете прежним. А перед тем, как спеть, я хочу кое-что сказать. Я буду петь, и Господь будет давать вам стратегии от Господа. Я хочу, чтобы люди были готовы к этому. Когда вы находитесь в славе, когда вы в Божьем присутствии, слава окружает вас. А там есть вся сила и власть. И я хочу сказать, что враг и его духи могут говорить нам, что у них есть сила. Но Иисусу принадлежит вся власть, а вся власть всегда берет верх над силой. И что бы враг ни сказал вам, вся власть всегда берет верх над силой. А сейчас я готова спеть для вас одну песню. over you. Amazing grace, how sweet, how sweet the sound that saved a wretch like me, like me, like me. I once was lost, but now, but now I'm found was blind, but now we see Lord, in this glory. God, 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 везде, где враг лгал, я разрушаю силу лжи во имя Иисуса. God, 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 Исцеление сердец во имя Иисуса. Правая сторона сердца плохо качала кровь. Я провозглашаю исцеление этой проблемы во имя Иисуса. Если есть места, где дух задержки, занятости, отвлечения или страха мешает людям встретиться с тобой, то я разрушаю все это прямо сейчас и высвобождаю власть во имя Иисуса. «Трансформируй нас, Господь, из славы в славу, изнутри наружу!» Любящие люди становятся величайшими воинами, потому что у них есть причина. У них есть причина и повод для сражения во имя Иисуса. Если где-то есть люди, которые из-за своих оков в форме обстоятельств не могут пробежать свой забег, то я разрушаю эти оковы именем Иисуса. Вы будете бежать. Вы будете бежать. Я слышу конкретное имя. Нас сейчас смотрит Лоррейн. Лоррейн, Господь, говорит, «Дочь, это твой сезон, это твое время». Мы говорим не в будущем времени, мы говорим сейчас твое время. Многие из вас чувствуют сейчас тепло от Господа. Если это слово касается вас, скажите, «Господь, я беру это». «Я беру это». Вы чувствуете Божий огонь. Он сжигает остатки прошлого. Прямо сейчас к вам приходит физическое исцеление. Ваше сердце начинает биться в соответствии со Словом Божьим. Я вижу три пары, которым пришел враг, чтобы разрушить их семейный бизнес. Я разрушаю это задание и провозглашаю творческие стратегии для победы. Во имя Иисуса. Многие из вас будут видеть сны во имя Иисуса. Но не отбрасывайте сны. Не отбрасывайте. Записывайте их. Высвобождается стратегия для прорыва и для победы. Во имя Иисуса. Но самое важное, это скажите прямо сейчас, вслух, Иисус, Ты мой Господь и Спаситель. Я поклоняюсь Тебе. Многие зрители сообщают о чудесах исцеления, произошедших в результате просмотра программы. В субботу я много работала в саду, и я так сильно повредила поясницу, что не могла и пошевелиться. Моему шестилетнему сыну удалось поднять меня с дивана, и мы отправились в школу. Потом я вернулась домой и включила вашу передачу с Дэвидом Херцогом. Он рассказывал о людях, которые сверхъестественным образом теряли вес. Выпуск закончился. Я подошла к телевизору и выключила его. А затем я поняла, что с дивана я встала с уже здоровой поясницей. Посмотрела на живот, штаны для бега немного сползли. У меня захватило дух, ведь я не только исцелилась, но и немного похудела. Я начала плясать и бегать по комнате. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, с вами Сидрот. За последние две тысячи лет мало кто видел то, что вы увидите на следующей неделе. 400 израильских евреев были мгновенно исцелены. Я думаю, что многие из вас будут также мгновенно исцелены во время просмотра этой программы. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купю книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...